Мусорный кризис 21 мая мусороуборочная компания выделила технику и мы совместными усилиями при помощи техники администрации поселения ликвидировали завалы мусора в поселении. Нам нужен четкий график, четкое понимание для того, чтобы ситуация не повторилась. Из-за серьезных нарушений графика вывоза отходов администрация района была вынуждена обратиться в прокуратуру. Сегодня мы собрались в расширенном составе для того, чтобы поставить в этом вопросе точку. Раз, договориться и выполнять достигнутые договоренности. Генеральный директор мусороуборочной компании Валерий Облогин вину с себя не снимает, но заметил, что за время работы регионального оператора на территории Северского района такой кризис случился впервые и имел ряд объективных причин. Да, мы не отрицаем, что сбой был допущен, что это привело к таким нехорошим картинкам и к недовольству населения. Сделаем все для того, чтобы подобных вещей у нас не происходило. Причиной недавнего коллапса стала вышедшая из строя техника. Только поломались мусоровозы в Краснодаре, а компенсировать нехватку машин в краевой столице пришлось единицами из соседних муниципалитетов. Всего Северский район обслуживают 18 спецмашин. Предприятие остро нуждается в приобретении резервной техники на случай аварийных поломок. Однако стоит это баснословных денег. Предпринимаем меры для того, чтобы переоснастить и сюда добавить новую технику. Уже торги прошли. Сейчас будем закупать, уже начнут поставщик нам поставлять новые машины. И мы также планируем здесь усилить и количество машин на нашей графике и как-то поддерживать нашего подрядчика. К слову, одна мусороуборочная машина российского производства стоит сейчас 10 миллионов рублей. Глава района рекомендовал руководству компании рассмотреть возможность заключения договоров на аренду техники в случае поломок, что избавит от проблем в будущем. В ходе совещания обсудили еще целый ряд вопросов относительно взаимодействия и выполнения условий сотрудничества. Редактор субтитров А.Семкин